Основная конструкция хордувых. Чего самое главное, а то, как устроены животные наши с вами типы. Типы хордувых. Тип делится на три разных подтипа. Позвоночная это самая сложная и известная вам подтипа. А кроме этого личинка хордувая, взрослых хордувых которых вы просто рассмотрели. И голова хордувая. Так вот, голова хордувая ближе всего к самым древним к хордувам. И они дожили до современности. Называются эти ребята сейчас ланцетники. Ланцетников не так много. Их около 20 видов. Зависит от того, как систематика построена. Ну, в среднем 20 видов. Это в морях и океанах субтрактического террористического пояса, наверняка, в глубину не лезут. Так? Ведут притомный образ жизни. Родятся в домных осадках. Размером 5-7 сантиметров. То есть, вот это это уже могучий ланцетник. Вот такого размера. Тело полупрозрачное. Сильно сплюснутое с боков. Похожное, похоже на ланцет. А кто понимает, что такое ланцет? Ну, понятно. Слово устарело и вышло сбегом достаточно давно. А что такое скальпель? Кто понимает? Это такой террористический нож. Совершенно верно. Так вот, скальпель бывает в разных полях. Чаще всего, скорее всего, вот такие скальпели, с односторонней заточкой. Но бывают еще вот такие скальпели. Тоже с односторонней заточкой. Так вот, вот такой классический скальпель называется ланцет. Вот ковна клинка у этого скальпеля. Как раз ковна ковна ланцетка. Итак, ланцетники. Это, ребята, примерно такой ковна. Хвостовая складочка с противоположной стороны, вот здесь, снизу, стороны брюха. Углубление. Только это не ордовое дверствие. Сейчас покажу. Вот кусок пластилина. Так. Я беру в нем делаю ямку. А на дне ямки делаю отверстие, проходящее сквозь весь кусок. Скажите, пожалуйста, пищеварительная у нас проход сквозь все тело. Так. Хорошо. Ваша пищеварительная система вход есть? Да. Как называется? В отверстие. Ордовое отверстие. Выход есть? Да. Как называется? Анус. Анус. Совершенно верно. Вот скажите, пожалуйста, где у этого пластилинового звеня ртовое отверстие, где оно? Является ли вот эта кромочка ртовым отверстием? Нет. Вот одно ртовое отверстие. А это ямка на дне которой ртовое отверстие. Вот это понятно? Так вот. Вот это пред ртовая ямка преда ртового углубления. Над ней как раз ртовое отверстие, которая идет к человеку. Хорошо. А из этой ямки вот так наружу торчат жесткие щупальцы. Зачем нужны, чуть позже поймете. Да, анальное отверстие вот здесь у начала хвостовой стопочки. еще какая-то странная дырка посередине хвостовой. Сразу скажу, у нас такой нет. Вот это только лансистников. Значит, все, больше ничего нет. Значит, ни глаз, ни мышей, ни носа, вот совсем ничего. Тело полупрозрачное, видно, как внутри все устроено. И прежде всего, сквозь тела вот от самой передней точки до самой задней точки до начала плавника проходит упругий стержень. Чем трубка отличается от стержня? Понимаете меня очень? Полый чек. Значит, полый кто? Стержень полый. Стержень полый. Трубка полый внутри. А стержень заполнен материалом всегда. Так вот, это именно стержень. Никакой полости внутри нет. По свойствам несколько напоминает полицейскую дубинку. Согнуть можно? То есть, вы считаете, полицейская дубинка это кусок водопроводной трубы? Она вполне гнется, ее вообще можно в кольцо завернуть. Правда, это требует усилий. А взять и сократить ее длину. Сжать. Можно ее взять? Не, не сжимаем. Значит, вот это есть хорда. Единственная деталь скелета, которая есть у ланцетников. Если посмотреть со спины, не с боку как здесь, а со спины, то будет заметна такая история. Вот тело, вот в серединке проходят хорды, и так, вот хорды. А теперь все мышцы поделены на дольки. Это мышечные дольки. Вот так вот отделены друг от друга перегородчиками, септами. Ну, мне лень рисовать на все длину. Понятно, что на все длину. Мышечные клетки в этих дольках идут спереди назад. Вот так. Во всех. И своими концентрами росли к септам. Хорошо. А встань точки. Если заштрихованные мышечные точки сократились, что будет с расстоянием один-два? Уменьшится. Уменьшится. Здесь сократились, стянули перегородочки. Хорошо. А один-три сократился или нет? Нет. В результате как изменится форма этого участка тела? Вот так. Развернется. Понятно? Хорошо. С участком три-четыре сократился. А участок два-пять? Нет. Не сократился. Что на этом участке? В ту же самую сторону. Портиоположную. То есть на самом деле возникло вот такое ну словосиную сольку не знаете? Ну вот такая кривая периодическая возникла. А теперь представим себе что в следующую долю секунды вот те черные которые здесь черные расслабились а сократились сейчас ну давайте вот так сделаем вот те которые я сейчас заштриковал красным вот они сократились а черные расслабились вопрос что с волной вот у нас была волна такая а теперь на местах сокращения расслабились а сдвинувшись сократились а волна побежала вниз это понятно порция вот по 3 штучки сократится еще ниже черпывается волной еще ниже в результате тело начинает змеяобразно избиваться вот это очень важный тип движения так на самом деле это исходный для всех позвоночных тип движения очевиднейшим образом он современный змей представлен у нас как раз в млекопитающих с этим типом движений проблема так но нельзя понять как строит наше тело если не понимать к чему оно исходно приспособлено а вообще тело позвоночного должно модулировать итак этот способ движения называется фунду ля цивья змеяобразные избивания никаких других мышц у ланцетника нет никакого другого скелета у ланцетника нет как видите все просто до предела так для того чтобы менять ну ланцетник может не только извиваться в тругах по прямой он может менять направление для этого что достаточно вот с этой стороны мы три сократили а с этой стороны допустим шесть сократили что произойдет с положением головного отдела он сильнее развернется налево потому что здесь больше участок сокращен так знаю что то есть ланцетник может регулировать направление своего движения и дело в том что метод для плавания ланцетники умеют плавать и не любят вот нормальная форма нормальное положение ланцетника если к нему никто не предстает вот какое вот дно смотреть море так а ланцетник вот так зарылся в донной осадке выставил наружу передний конец тела и сидит совершенно неподвижно чем дело дело в том что здесь при дортовой воронке работает насос это все стенки выставлены ресничными перчатками реснички совместными движениями гонят глобок внутрь глобки глобка приинтересная во первых она вот такая гигантская больше половины тела и только потом она сжимается вот эта кишка значит в результате реснички загоняют вот так в воду воду в воде это мелкие пищевые частицы прежде всего всякие однокрепочные а теперь вопрос а нет ли смысл переваривать эту мутную водичку или нет а почему да концентрация пищи там минимальная это даже не бульон так это очень это в основном вода там 99% воды может быть 1% пищевых объектов попал вопрос а куда будем выбрасывать лишнюю руку чтобы находить что нет 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 вот сюда нельзя здесь прополнить вот так дело в том что если мы ее пошлем обратно то возникнет встречный поток воды который заблокирует поступление новой порции через рот нельзя нет дело в том что вы тогда вы приняте вместе с кедровой треснички задержите нет треснички не умеет задерживать неудобно грести чем удобно веслами так вот реснички это весл так а фильтровать надо не сквозь реснички а сквозь сети вопрос где сети стоит так вот дело в том что болтка дерева больше 100 пар щелей в боковых стенках вот так поскольку реснички сюда загнали новую порцию воды что с давлением водки давление водки поднялось что сделает вода водка дерева уйдет в эти щели а теперь вопрос а снаружи их не видно а не видно их потому что эти щели прикрыты складкой кожи и вот он выход из вот этого объема вот здесь нет клеток полости именно в эту полость выливается вода из болти так и потом пройдя по этой полости уже вот здесь на улице кто догадался зачем это надо посмотрите как он положение занимает если бы эти щели не прикрыть складкой кожи что бы сделал песок с этим щели он просто забил бы щелей огромное количество а это значит сила потока в каждой щели большая или маленькая большая ребят вы взяли колесничный насос вообще слабая а теперь мы взяли ту силу которую создали насосы разделили на 200 порций но что вы получили исключительно маленькую а вот в этом месте что будет с силой потока а во сколько раз 200 раз угроза того что песчинки забьет это отверстие существует или нет существует она больше или меньше чем для этих отверстий намного меньше 200 раз меньше а почему нельзя дырку вывести ряду с боль оля когда вы будете господом богом вы создадите живых существ как вам кажется нужным а мы сейчас описываем тех которые есть в окружающем нас мире мы с вами обсуждали этот вопрос такой вариант не хуже всех прочих а раз он не хуже и уже возник то именно этот вариант это будет существовать значит а догадайтесь как эти отверстия называются вы знаете это название только до этого думали что это совсем другим органом для другого нужного вот это и есть жадерное вещение имеет ли хоть какое-то отношение настоящее жадерное вещение функции дыхания не малейшего это деталь пищеварительной системы это 20 больше 200 пар жаберных щелей ширина такая маленькая что даже одноклеточная не прорезает вода выходит полностью из нее на улицу а где пища остается в лодке водки осталось теперь вопрос водка здесь я переварю это мы здесь как доставить никаких мышц ланцетника кроме вот этих нету очень интересная штука без которой нельзя понять устройство человеческой пищеварительной дыхательной системы по дну водки проходит борозда где стоят уже знакомые нам ресничные клетки а между ними стоят клетки слизистых желез так называемые бокалы видные вот они слизистые клетки как водится выделяют слизь а реснички что делают с этой слизью да ладно движением ресничек создают поток слизи догадайтесь куда этот поток направлен из глотки в кишечниках вот так в результате пищевые частицы прилипли к слизи и слизистый транспортер это что-то так называется слизистый транспортер доставляет пищу из глотки кишечниках и здесь пища переваривается как положено у нас с вами остатки этой системы остались или нет а дело в том что дыхательная система это карман отруча глотки это как раз у костных рыб происходит так значит а поскольку в исходной глотке на дне вот такой ресничный слизистый транспортер есть то пищеваривку он не пошел у нас с вами но зато выстилает все стенки в дыхательной системе и задача иметь ровно такой же как у пищеваривку утаскивать твердые прилившие частицы только не пища зачем нужны ресничные транспортеры у нас дыхательная система пылевые частицы конечно пыль микробы споры все что не должно попасть в наше тело все это по дороге перелипает к слизистым транспортерам бронх трахеи и так далее и выносятся на уровень гортания а в гортане вот эти порции слизи мы когда мы проходим гортане рефлекторно сглапываем сглапываем на самом деле сложно снизить не только слюну как важно сколько слезной жидкости у вас из глазниц стекает в бок за сумки 2 литра представьте 2 литра большая балка значит слезная жидкость очень много слезной жидкости продуцирована и так далее хорошо ну вот на самом деле та основа которую вам следует представить как следует так про особенности остальных органов выделительной системы половые системы пока говорить не будем потом пару слов скажу про единственную реально сложную в планцетниках одна система по-настоящему сложна кровеносная система фокус в том что если хотите разобраться с человеческой начинать наоборот отсюда вот тогда можно будет не просто вызоврить кровеносную систему а решать вопросы связанные с ней как математические задачи задают вам вопрос и вы применяя свое знание делаете системы логических выводов а вот не просто тупо забываете материал но прежде кровеноска это сложное вот такую основу пока запомните ну и сейчас маленький коротенький сюжет просто посмотрите как это все выглядит в натуре как выглядит ванцет ну вот это головной конец ванцетника догадайтесь что это за век а это как раз ищутся кто понял зачем им нужны а что песок в рот так же вот видите вот это более темное пятно это как раз предртовая вага на ее стенках насос стоит который гонит воду внутрь темно но мы же реально встаешь на стене песка что песок должен сделать ну понятно это вот такая система на видео потом будет видно как она работает которая не дает песчинкам попадать в пищеварю а как по-вашему что это за светлые полоски в передней части тела это жеберная щиря как раз есть вот видите это передняя стенка волки а вот это светлое пятно что такое а это перед ртовой вагу да для того чтобы сделать эту фотографию ланцетника но он не самое умное существо на свете так мягко говоря поэтому забивает себе пищеварю и все что есть в воде его взяли и накормили тушью так а тушь какого цвета тюк-тюк-тюк а как отлично в результате видите оттемное пятно от чего покрасилось от кишечника да от кишечника покрасился тело прозрачное без всякого рентгена все видно ну вот положение ланцетника значит он так он плавает вот так он взрывается в грунт как вы понимаете взрывается он ровно теми же движениями кондуляции какими плавают такой способ движения оказывается совершенно универсальный так ну сейчас покажу еще да вот опять же сквозь тела видна колта вот она начинается видите желтого и вот дальше а вот эти складочки с спиной стороны свет может что вы хотите увидеть ага мягенья мышцы конечно хорошо ну теперь немножко пословно отходить к выдвижению щас да серьёзно ведро с текста в шаг мягенья Продолжение следует... Ага, вот жесткий ряб. Вот жесткий ряб. Вон, видите, засасывает частицы. Это видно. Они проскативают внутрь глобки. Ну, некоторое представление получили о том, как заигрывают люди.